Я уже обращался, я из Славянска. Я уже говорил людям по ту сторону, теперь по ту сторону. Чтобы бросали и складывали оружие. Я их призывал не губить мирные жизни. Вот ребята-патриоты, вот наш фронт освобождения Донбасса. Освобождение от бандитов, от всякой нечисти. Мы собираемся, это только одна из групп. Сейчас, я думаю, мы скоро с вами встретимся без масок. И в открытом бою. У нас люди-профессионалы, настоящие патриоты, которые поняли, что никакой свободы, никакой радости нам вы не принесете. Еще раз обращаюсь к вам, переходите на нашу сторону. Как видите, мы все живы-здоровы. Нас готовят. И сказал вам еще одно. Вспомните о ваших детях, вспомните о матерях. Никто нам не простит то, что мы воюем против своего народа. Это будет позором для наших семей. Наши дети будут стыдиться за таких нас. За отцов, за дедов. Вот люди приходят к нам. Есть здесь только пока еще у нас мало народу из других районов. Вот сейчас в основном славят в Скраматорске. В основном, потому что народ, так называемый народ, блокировал наших ребят. Талоны блокировал. Люди были зомбированы. Честно говорю. И нам хотелось свободы. Но когда мы посмотрели на то, что такую свободу нам несут, как отбирают у людей, начали, я уже говорил, начали они с рынка славянского, потом заправки, обложили данью, другого слова нет, данью обложили всех предпринимателей. Это, говоря на языке, жаргонными словами, скажем так, беспредел. Полный беспредел, когда человека выбрасывают из машины и эксплуатируют ее, ездят в баню, ездят по девочкам, а потом находишь эту машину, перевернутую на баррикаде. Точно так, как они сделали провокацию с джипом на одном из блокпостов. Купили джип этот в Краматорске, это я видел своими глазами. Они подложили туда правый сектор и расстреляли этот джип, сожгли и показывали по телевидению, по всему миру, что сюда пришел правый сектор. Я клянусь вам, здесь, сколько я нахожусь, я еще не видел, не видел ни одного человека из правого сектора. Здесь нормальные ребята, у которых тоже есть матери, у которых есть дети, которые хотят спокойно жить, одумайтесь, идите к нам. Кто воюет на той стороне? Кто руководит всем этим делом? Ну, по крайней мере, в Славянске, я так понимаю, вы больше знаете ситуацию по-славянски, да? Кто сейчас руководит там всем, кто воюет на этой стороне? Сейчас идет откровенный грабеж, идет вывоз, идет вывоз награбленного. Сейчас они уже воюют не столько против нас, украинской армии, сколько воюют между собой за сферой влияния. Мне это напоминает так называемые лихие 90-е. Больше, больше, они там ничего не делают. Запугивают, грабят, посмотрите, они продают квартиры, они сейчас под дулами автоматов заставляют людей рыть окопы. Требуют выкуп за выезды с города мужчин. А кто руководит? Кто командир всего этого делал? Сейчас там вообще непонятно. Были чеченцы, были иркины, были, ну кто угодно. Сейчас можно ждать от них любой беды и провокации. Это просто сейчас остались там нелюди. А ребята, которые взяли в руки оружие сначала, изначально, или лопату копать окопы, они не могут, они боятся выйти сюда. Да вот мы здесь, мы с оружием в руках, и мы будем искупать свою вину. Нам нужно будет кровью. До последнего, как говорили раньше, это не высокие слова дыхания. Скажите, пожалуйста, есть информация о том, что среди чеченов в Славянске, вот они, ну, в разговорах там каких-то, говорят о том, что у них подписаны контракты, наемные до января месяца 2015 года. Вы можете как-то эту информацию подкредить или оповергнуть? Ну, может быть, поэтому они не отработали свой контракт, их не пускают сейчас на территорию России и расстреливают. Поэтому им ничего не остается делать, только воевать. А воюют они подло, подлыми методами. Берет себя, выставляет пацанов 15-летних, необстрелянных, один рожок на двоих, на троих, ставят его перед блокпостом, сами сидят в брониках, ну, в полной экипировке, в укрытиях. И вот когда этих ребят начинают отстреливать, только тогда они вступают в бой. И в основном сразу же отходят. Скажите, тяжелая техника есть? Есть. Есть. Танки есть. Сейчас есть у них артиллерия, минометы даже 120-е. У них очень хорошее вооружение. Вооружение можно по дильзам посмотреть, с какой стороны воют сепаратисты и с какой нашей. У нас гильзы еще в советских времен, патроны. А у них последних лет. А профессиональные российские военные? А там очень много, особенно до недавнего времени, было снайперов, инструкторов. И действительно людей. Можно было по ним смотреть, как они обращаются с оружием. То есть рука это продолжение, оружие это продолжение руки. Скажите вопрос только у меня. А сколько стоит воевать в армии Юго-Востоке? Я не получал деньги. Я не получал там денег никогда. Пацаны малолетки, которые рыли макопу, получали 30 гривен в день. А вы, может быть, кому платили деньги за службу? Не получали? Вы пошли туда идейно воевать, я так понимаю? А вы можете как-то, ну, каждый объяснить, почему вы туда пошли в свое время? Почему-то же вы взяли в руки оружие. Защищать свою землю пошли. Думали это правильно. Ну, теперь убедились, что нужно было сражаться на стороне украинской армии. И это правильно. А какие аргументы были за то, что вот защищать свою землю от кого? От вас нет. А вы видели когда-нибудь, ну, вот, правый сектор? То есть я вот просто пытаюсь... Не видели, сейчас уже не видели. Не видели никогда. А в Славянске правый сектор? Не видели. В Славянске правого сектора не было, это однозначно. Скажите, а чтобы получить автомат в армии Юго-Востока, вот, ну, собственно говоря, стать... Сейчас-то, наверное, ситуация немножко другая, но вот изначально. То есть достаточно было просто прийти и сказать, я хочу воевать, и тебе давали автомат, или как это выглядело? Нет, давали лопату в руки, рыли окопы, строили блокпосты. Поначалу у них было очень много людей, они не давали сначала оружие кому попадя в руки. А сейчас, ну, сейчас наркоманы, пьяницы, ну, все требья с оружием в руках. Скажите, кто из вас был в лагерях подготовлен? Не были, мы из наших них поймем. В Ростовской области, на территории Украины, в Снежном? Нет, мы за территорией Украины не были. А где вы воевали вообще на каких территориях? Я из Краматорска. А что? Ну, в основном, здесь Славянск и Краматорска. Ребята не очень хотят говорить, потому что, ну, даже по голосу можно узнать. Правильно, почти у всех семьи дети там. Вы можете так на вскидку прикинуть? Сколько вот народу сейчас там воюет? Ну, сейчас где-то до 7 тысяч. Это в районе вот здесь, с севера Донецкой области или вообще по-секе? Нет, нет, нет. Это вот, ну, где-то ты, как минимум сейчас 4-5 тысяч их в Славянске. Это как минимум 4-5 тысяч. Да, им сейчас жарковато стало, то есть опорные пункты их уже разбили и на Черевковке. Вот, там очень сильный был, красивый опорный пункт. Разбили их вот совсем недавно. Они мне, может быть, не верили, что мы оттуда думали провокацию. Вот вам Химик последнее подтверждение накрыло. По Семеновке совсем недавно их там даже не стали закапывать. Ну, как, закапывать практически было нечего. Как я говорил в прошлый раз, сейчас разведка у нас работает просто прекрасно. Мы знаем очень много о ихнем передвижении. И мирное население сейчас с удовольствием нам помогает. Вчера они не выпустили из Николаевки людей. Это я могу сказать на весь мир. С людей, с рудными детьми. То есть им некак выйти оттуда. Они не могут добраться до украинского блокпоста, чтобы их вывезли.